Всем привет! Вы на канале Виктория. Сегодня хочу снять свой второй отчет по моей программе Project Pen. Закончить 21 средство я себе наметила в этом году. В первом видео за первые 3 месяца в апреле я закончила 8 средств. И вот еще 6 из своей выборки 21 продукт. Это закончился у меня спрей для тела и постельного белья Афродита. У меня в проекте в этом участвовал и гель для душа, и масло для тела. И вот закончился спрей. Это очень сладкий аромат, такой притягательный, восточный, наверное, вечерний. Потому что действительно, когда перед сном пользоваться, очень приятный аромат. В основном, конечно, я использовала его для постельного белья. Закончилась, точнее, у меня пена для ванны. Это серия Relax Provence Spa. Очень мне нравится этот аромат. Это молочко для ванны. Оно имело прозрачный цвет, но при попадании в воду или при взбалтывании, оно превращалось в молочного цвета, такую жидкость. Приятно было принимать ванну. Тело потом... Ну, был нежный аромат от тела. Это вот лаванда и жасмин. Очень-очень мне нравится это молочко для ванны, именно с этим ароматом. Из декоративных средств моего проекта закончился близ для губ Мори Кей. Не понравился он мне. Он очень липкий. Прилипало к нему не только губы, волосы, а все-все-все. Также закончились у меня двое теней. Это мои любимые тени. Сейчас их, конечно, перевыпустили уже. Серия The One. Это были вельветовые тени, красивые оттенки, держались на глазах, на веках очень хорошо. И второй оттенок вот такой, олива, вообще шикарный. И они действительно такие, как вот вельветово-бархатистые. Очень красивые тени. Качество шикарное. Хотя вот те, которые сейчас перевыпустили из The One Wariflame, я их еще не пробовала. Возможно, такого же качества нужно, кстати, взять, попробовать. Из-за того, что у меня как бы были эти в запасике, я не пробовала. Также в пустышки отправляю тени Maybelline Color Tattoo 24. У меня это оттенок 35. Так, не хочет фокусироваться. Бронзовый. Ага, вот. 35 оттенок. Очень нравятся мне эти тени Maybelline. Конечно же, я их полностью не использовала. Но, по-честному, использовала до донышка. То есть, видно донышко теней. Почему отправляются в пустышки? Потому что тени уже подсохли. И они не такие эластичные. И при нанесении они растягивают мне века. Поэтому не хочу я этим теперь заниматься. В крайнем случае, возьму себе новые тени. Возможно, этот же штон. Возможно, какую-то другую выберу себе Maybelline. Красивый такой, бронзовый. Действительно. С отливом. Ну, видно, что они уже потеряли свое... Подсохли. Подсохли. Вот так бережешь-бережешь. Любимки свои. Вот такие 6 продуктов я закончила за вторые 3 месяца. Скажем так, за второй квартал. Апрель, май, июнь. И осталось у меня из моих 21 7 продуктов до конца года закончить. Я надеюсь, что я это осилю. Многие девочки добавляют в проекты дополнительные продукты. Я думаю, что я пока не буду. Ну, а там посмотрим. И остался у меня база от Inglot. И, конечно же, сейчас за летние месяца я ее не закончу. А уже осенью, зимой. Потому что база очень хорошая. Просто уже чуть-чуть-чуть совсем осталось. Также капелюшечку у меня осталось уже консилера Ardeco. Но я тоже думаю, что сейчас в зной, в это жаркое лето, я его не осилю. А ближе к осени, конечно же, да. Заканчивается еще у меня бальзам De Clure. Это с медом. Очень шикарный этот бальзам. 10 миллилитров. Он очень хорошо смягчает губы. Я уже, конечно, его разрезала и достаю все. Тут, конечно, еще очень много. Но тоже же осень-зима впереди. И я думаю, что я его, конечно же, буду стараться заканчивать. Хорошо смягчает губы. Еще раз повторюсь. Вот такой блеск для губ Зоя. Остался у меня уже половинка. Он был целый. Вот действительно я на него поднажала. Блеск действительно хороший. Вот такой вот нюдовый оттенок на губах. Сейчас вот как раз на лето самое то. И он хорошо ухаживает за губами. Хорошо смягчает. Вот такое впечатление, что какие-то масла еще в этом блеске. Потому что даже когда уходит, попил, допустим, с утра кофе, уходит свет на губах, то все равно они увлажненные и смягченные. Нравится мне этот блеск Зоя. Поэтому, конечно же, я его буду заканчивать. Вот такой хайлайтер жидкий от серии Мимими. Хайлайтер, конечно, шикарный. Хорошая упаковочка. Кисточка. Но это, наверное, мне до конца жизни. Навряд ли я закончу его в этом году. Потому что у меня совсем-совсем чуть-чуть закончился. И для хайлайтера, конечно же, сейчас это лето. То есть, если за лето я его не закончу, то навряд ли потом зимой. Хайлайтер, конечно, красивый. Оттенок хороший. Претендент на возможность не закончить его до конца года. Хотя можно использовать, наверное, на все тело. На плечи, на ключицы, на шею. Вот такой хайлайтер. И еще у меня в проекте помада от Арифлейм. Она у меня сейчас на работе. И блеск для губ от Фаберлик. Тоже на работе. Они у меня в активной работе, скажем так. Вот такие мои результаты по Project Pen, по моему проекту. Такие планы. Тоже осталось у меня. Семь продуктов закончить до конца года. Буду очень стараться. Мне нравится этот проект. Он дисциплинирует, скажем так. Потому что все равно откладываешь, думаешь, потом, потом закончишь продукты. Потому что отчитываться нужно перед собой, перед зрителями. Поэтому вот такие. Такой мой отчет. Тоже смотрю у девчонок по программам идут хорошие результаты. Хоть и лето, и меньше пользуемся косметикой. Но без косметики никуда. Всем спасибо, что досмотрели до конца. До новых встреч на моем канале. Пишите комментарии, лайки, подписывайтесь на канал. Рада новым знакомым. Всем спасибо. До новых встреч на моем канале. Пока. До новых встреч.